В Алмалинском районе Алматы по подозрению в совершении изнасилования задержан частный извозчик. По данным женщины, заявившей об этом преступлении, факт надругательства имел место в нижней части города. Также по сведениям звонившей, таксист изнасиловал её прямо в салоне своего автомобиля марки «Лада Приора». Спустя минуту ориентировка с данными вышеуказанного авто была озвучена по радиостанции оперативным дежурным городского ДВД. Параллельно инспекторы видеонаблюдения с помощью камер отследили предполагаемый маршрут движения искомой машины. Согласно данным ЦО, в последний раз она была замечена на пересечении проспекта Раимбека и улицы Байзакова. Эта информация была сразу же продублирована всем экипажем полка дорожно-патрульной полиции. Находившиеся неподалёку на ряда «Буран» в целях обнаружения «Лады» занялись прочёской местности. Едем на прочёске по Малининскому району мы задержали данную машину. Данная машина получилась, скажем, круглой в автомойке. Воитель пытался смыть следы, то есть взяла мамойку. Он не отрицает, что был контакт с девушкой. В данный момент сейчас здесь были не сопротивлены группы. Все это районы, которые будут заниматься далеко. В полиции Турксибского района отметили, что досудебное расследование по данному факту уже начато. Назначены соответствующие экспертизы. Две автомашины марки «Тойота» не разминулись на перекрёстке улиц Момушула и Жубанова. Это дорожно-транспортное происшествие, по сведениям полиции, произошло в 11-м часу ночи. Как установлено, «Тойота Камри» двигалась по Момушула в южном направлении. А «Тойота Карина» тем временем ехала в противоположную сторону. Столкновение двух транспортных средств произошло, когда «Карина» совершала поворот налево на запад. Кто из водителей, грубо нарушив ПДД, спровоцировал аварию, пока доподлинно неизвестно. Это станет предметом полицейского расследования. А между тем установлено, что вследствие дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир «Тойоты Карина». Для медицинского обследования он был доставлен в седьмую ГКБ. А это ДТП произошло по вине нетрезвого мужчины, который за несколько минут до столкновения угнал чужую машину. Речь идёт об автомобиле марки «Субару», водитель которой лишь на несколько минут оставил его без присмотра. Криминальное действие развернулось на пересечении улиц Макатаева и Жильдоксан. А уже на перекрёстке с проспектом Облайхана планы угонщика стали рушиться. Он не справился с управлением и допустил столкновение с автомашинами «Ниссан», а также «Тойота Прада». Тогда злоумышленник решил бежать с места происшествия пешком. Но из-за сильного алкогольного опьянения и эта попытка не увенчалась успехом. Мужчина упал в орык и получил телесные повреждения. Под полицейским конвоем подозреваемый был сопровождён в медицинское учреждение для оказания ему первой помощи. Благо, никто из других участников дорожного движения не пострадал. Автомашина марки «Ауди» перевернулась вследствие столкновения с большим грузом. Данное дорожно-транспортное происшествие, согласно полицейской сводке, имело место около 11 ночи в Турксибском районе Алматы. Как стало известно, оба транспорта ехали по улице Бекмаханова на восток. Перестраиваясь к крайнего левого ряда вправо, водитель грузовика не убедился в отсутствии помехи и не заметил двигающуюся от него справа легковушку. В результате аварийной ситуации «Ауди» отбросила от проезжей части на тротуар, где она перевернулась. По данным полиции, в результате ДТП пострадали водитель иномарки, его супруга и малолетний ребёнок. Все они с травмами различной степени доставлены в одну из ближайших больниц Алматы. Полицейские Алмалинского района Алматы в совершении разбойного нападения на интернет-клуб изобличили 23-летнего местного жителя, который, как следует из материалов уголовного дела, в 9 часов утра зашёл в вышеуказанное заведение и, пригрозив девушке-кассиру ножом, завладел ночной выручкой 80 тысячами тенге. По данным оперативников, налётчиков было двое. Личность сбежавшего фигуранта уже установлена. Его поимка дела времени заверили в полиции. По факту разбойного нападения в Управлении внутренних дел Алмалинского района проводится досудебное расследование. Средь бела дня в Аузовском районе Алматы прямо на ходу загорелся КАМАЗ, перевозивший строительный материал. Сначала клубы дыма появились в кабине грузовика. Водитель вовремя успел остановить махину и выбежать на улицу. Чудом оставшийся в живых мужчина недоумевает, что могло стать причиной пожара. В результате стихии салон КАМАЗа сгорел дотла. С огнём боролись сразу два пожарных расчёта района в АПЧ. Жертв пострадавших нет. Не переходи дорогу в неположенном месте. Переходи дорогу только на зелёный сигнал светофора. Убедись, что водитель тебя заметил и остановился. Центральная Азия без потрясений. Защити себя, детей и дом. По данным Центра оперативного управления Департамента внутреннего дела Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 169 преступлений и происшествий. 85 из них раскрыты по горячим следам, в том числе 3 изнасилования, 6 грабежей, 105 краж чужого имущества, 9 хулиганств. Зарегистрированы 15 дорожно-транспортных происшествий, 18 человек травмированы.